Okay, right, so what we are, you need to recognize that we are all brilliant, мы все должны всегда понимать, что мы все весьма умны, highly intellectual, мы весьма интеллектуальны, incredible, мы невероятны, neuroplasticians, каждый из нас специалист в области нейропластики, каждый из нас, made in the image of God, и каждый из нас создан по образу и подобию Божьему. И нейропластика означает, что вы сами можете силой своего разума изменить строение своего мозга. Бог создал вас таким образом, что вы сами можете менять свой разум, свой мозг. Потому что вы думающее существо, вы думающее творение. 24 часа в сутки вы о чем-то думаете. Днем у вас формируются мысли, а вечером, когда вы засыпаете, происходит сортировка мыслей в голове. За ночь мы сортируем мысли, которые накопились. И во время сна все это и происходит. И если вы ложитесь спать, и ваши мысли в беспорядке, когда вы засыпаете, когда вы с чем-то не сумели разобраться, и вы в таком состоянии засыпаете, то это вам помешает спать. И вы утром, проснувшись, будете чувствовать себя не очень хорошо. Когда вы спите ночью, ваше тело обновляется, и ваш разум во время сна готовится к следующему дню. Поэтому вечером ложась спать, очень важно, чтобы, когда вы ложитесь спать, чтобы вы напоследок, как раз перед тем, как заснете, все отдали Богу, передали Ему все заботы. Поблагодарили Бога. Послушали. Прославили Бога перед сном. Вы ощутите Его присутствие. Поклонитесь Богу перед сном. Чтобы Бог, даже когда вы спите, что-то делал для вас. И вы увидите, как Бог на следующий день даст вам решение проблем. Никто из нас до конца не осознает, насколько сильно Бог жаждет нас благословлять. Максим мне буквально недавно сказал, а Максим повторил мне слова Джесси Дуплентиса. Бог однажды сказал Джесси Дуплентису, ты знаешь, я устал восполнять твои нужды. Я хочу давать желание сердце, а не просто восполнять нужды. И я вас сегодня призываю меняйте свой образ мышления. Посмотрите, начните смотреть на себя по-другому. Осознайте, поймите, что вы невероятный, феноменальный человек, каждый из вас. И есть то, что можете делать вы, и это делать можете только вы и никто другой на нашей планете. И каждый из присутствующих здесь сегодня слышит одни и те же слова, которые я говорю. Но каждый из вас каждый из вас воспринимает по-разному разные мысли в голове каждого. Вы слышите одну и ту же информацию, но мозг каждого и каждого из вас воспринимает ее по-разному. Потому что вы уникальны. Это значит, что вы выделяетесь, каждый из вас. Это значит, что каждый из вас относится к уникальной категории, каждый из вас представляет уникальную категорию. Ведь в Писании, в Библии написано, что каждый из нас удивительно славно сотворен. И ученые, наука доказывают, что человек создан абсолютно уникальным, удивительным образом. Закон, в соответствии с которым действует мозг, является разнообразным. И каждая мысль, которая есть в нашей голове, является мини-вселенной. Каждая мысль представляет собой Вселенную. И в голове каждого человека столько свободного места, мы бы могли наполнять голову мыслями еще на протяжении трех миллионов лет с лишним. И никогда в голове пустое место не закончится, всегда будет место. Вы всегда можете думать и создавать новые мысли. И вы своими мыслительными способностями, ваш разум, ваша душа, душевная сфера, вы можете думать, избирать и формируются мысли в вашей голове. И эти мысли обладают физическим выражением. Ваши мыслительные процессы превращаются в протеины, в белки, которые образуются в сети. И эти протеины похожи на деревья. И эти деревья, если вы здесь в самой пятнице, вы знаете, что я в качестве примера использую эти деревья, которые у нас на сцене стоят, чтобы мы лучше через эти символизмы поняли сию концепцию. Вот зеленое дерево это правильное мышление. Маленькое зеленое деревцо это вы, а большое зеленое дерево Бог. И мы должны быть связаны с Богом. Мы должны быть на лозе, чтобы через нас стекла жизнь. Если мы не будем связаны с лозой, то мы будем опадем или засохнем так же, как фиговое дерево. Как шмаковница, которую Бог проклял. Об этом говорится в Библии. Бог не хочет, чтобы у нас были одни зеленые листья. Бог хочет, чтобы мы так же приносили плоды. Бог хочет, чтобы была глубина. Бог хочет, чтобы у вас были и зеленые листья, и плоды. И для этого нужно прикладывать усилия. Вы должны в своем разуме первый шаг первый шаг вы в своем разуме вы сможете удержать исцеление в теле и вы сможете своим разумом развивать свой дух. Или вы можете делать что-то абсолютно противоположное. Все зависит от вашего выбора. выбор за вами. Дух Святой поведет вас. Но Дух Святой не будет вас подталкивать. Дух Святой мягко ведет вас. Дух Святой хочет, чтобы вы сами приняли решение последовать за Ним и попросили Его вести вас. и наука и наука наука также является Божьим творением. Бог создал все существующее. Почему же тогда мы думаем, что наука это что-то отдельное, а Бог абсолютно не рядом с наукой? Бог и наука должны быть вместе. Наука это всего лишь еще один способ почтить Бога. У нас четверо детей и наш 16-летний сын читал книгу, которая называется «Утопия», написанную Томасом Муром. И Томас Мур был философом. И там написано, что Богу нравится, когда мы с уважением относимся к науке. Точно так же, как художник, когда нарисует картину, художнику очень нравится, когда другие люди с восхищением смотрят на написанную им картину. Правильно? И я однажды получил от своего сына сообщение. И мой сын поведал мне об этой книге. Мой сын написал «Мама, именно поэтому тебе так нравится заниматься тем, чем ты занимаешься. Потому что ты, занимаясь наукой, выражаешь свое почтение Богу. Я надеюсь, что вы на наших встречах научитесь еще с большим почтением относиться к Богу. И будете почитать Бога все больше и больше. Откровение 22 там написано, как ангел открыл, показал реку жизни. которая была прозрачна, как кристалл. Эта река текла от престола благодати по земле. И эта река текла по центру улиц. И по сторонам этой улицы были деревья, на которых 12 раз в месяц появлялся урожай. а листья этих деревьев были даны для исцеления народов. И вот листья, которые растут на ваших деревьях, даны вам для вашего исцеления. Либо эти же самые листья могут вас разрушить. Все зависит от вашего выбора. выбор за вами. Вы в своем разуме выбираете. Вы мощны. Вы творческая натура. И в Библии написано, что Бог дал нам духа силы любви и целомудрия. Все волнения, беспокойство, страх. Всем этим вещам мы учимся. Они обретенные. Мы их обретаем. Поэтому страх, беспокойство не является для нас нормальным состоянием. И если страх или беспокойство неправильные вещи вошли в вас, вы можете сами от них избавиться. Если благодаря вам неправильные вещи в вас появились, вы же сами можете от неправильных вещей и избавиться. И мы сейчас говорим о пяти шагах, которые позволят нам избавиться от неправильных вещей. я на протяжении тридцати лет изучала, как мысли появляются в нашей голове. И это называется наукой о мыслях. Мы говорили о первом шаге. Мы изучим и второй, и третьей, и четвертой, пятой шаги. Но прежде всего я хотела бы показать слайд. наш мозг. Вот как выглядит ваш мозг. Похоже на пищу, на еду, блюдо какое-то. Вы сами каждую секунду изменяете свой мозг. Вот этот мозг контролирует вас. Вы контролируете свой мозг. Вы не должны быть жертвой биологии. следующий слайд, пожалуйста. В разрезе. Мозг в разрезе. И мы заглянем вглубь, внутрь мозга. И вот эти деревья, о которых я говорю, эти деревья, которые вы сами выращиваете в своей голове, на самом деле это мысли, которые превращаются в эти деревья. Они похожи на деревья. Вы своим мышлением делаете выбор, и вы сами строите, вы выращиваете эти мысли. Вот они. Вот мысли, ваши мысли в физическом выражении. То есть мысли превращаются в белок, в протеин. Когда вы мыслите, когда вы думаете, появляется белок, протеин. И из этого протеина образуются вот эти структуры, которые похожи на деревья. Когда вы думаете о чем-то, ваши гены начинают действовать. Это хромозоны, из которых состоит ДНК. Вот эта сеть ДНК, состоящая из хромозонов. И там в ДНК генетический код каждого человека. генетический код позволяет происходить синтезу протеина или белка. И они спят, пока вы не разбудите их своими мыслями. Вы начинаете думать, вы думаете, и вы думая посылаете сигнал, и они начинают действовать, они как бы включаются. и вы обладаете способностью влиять на свои гены. Вы неосознанно можете изменять свои гены, свою генетику. Каждый ген, который есть в вашем теле находится под управлением вашего мышления. ДНК человека подчинено его мышлению. Если ваш мозг отвечает, и если ДНК человека находится в подчинении у его мышления, то это означает, что обновление мышления, когда вы сами изменяете свои мысли, вы этим самым сами изменяете свою ДНК. Когда вы меняете свои мысли, вы меняете свою ДНК. этот процесс состоит из пяти шагов. Очень сложный процесс, но я попыталась все упростить, и есть пять шагов. И я на протяжении многих лет своим пациентам помогаю. На протяжении 22 лет я занималась медицинской практикой. последние семь-восемь лет я больше занимаюсь исследовательской деятельностью, и я разъезжаю по всему миру. И я пишу книги, мои программы можно посмотреть в интернете, я записываю диски, чтобы вы могли делать все то, о чем я говорю. потому что каждый из нас, мы с вами можем изменить окружающий нас мир. Но если в голове у тебя что-то не так, ты не сможешь даже свою жизнь исправить. Но Бог позволил нам быть на земле не только чтобы мы себя ублажали, но мы здесь на этой земле, чтобы изменить то, что окружает нас. Есть что-то, что можешь сделать только ты и никто другой. И если у тебя в голове что-то не так, и если ты не делаешь что нужно, то на самом деле пострадают все. Если ты здесь не исполняешь то, что нужно, от этого буду страдать даже я в Америке. Наши жизни переплетены. Это один из законов квантовой физики. Квантовая физика также наука, которая от Бога. Квантовая физика описывает то, как действует Бог. И главная составляющая квантовой физики абсолютно соответствует Божьему мнению. Божьему Слову. Вообще наука, правильная наука, полностью соответствует Божьему Слову. Пожалуйста, следующий слайд. Вот то, что внутри нашего мозга. Это то, как растут наши мысли по мере того, как мы о чем-то думаем. Вырабатывается белок. Когда ты о чем-то думаешь, начинается рост. Мысли существуют, они реальны. Нет безвредных мыслей, нет мыслей без последствий. Потому что то, что вы видите на экране, на самом деле заставляет вас что-то говорить и что-то делать. И когда вы живете, когда вы занимаетесь работой, просто живете, делаете все то, что вы делаете, вся ваша жизнь зависит от мыслей, которые есть в вашей голове. Мысль является корнем, и из этого корня вырастает растение. И вы должны постараться сделать так, чтобы у вас еще были листья и плоды. И Бог не хочет, чтобы вы делали что-то на показ. Бог хочет, чтобы в вашей жизни был настоящий плод. Вам должно обновлять свой разум для того, чтобы это делать. и так есть пять шагов. Пять шагов. Этим нужно заниматься семь минут в день. И если вы будете делать это семь минут в день, вы изменитесь. Нужно это делать на протяжении 21 дня. Наука говорит, что есть определенное количество. Наука все очень подробно объясняет. Можно, используя научные данные, понять, как обновлять мышление. Именно этому я учу людей по всему миру. И это то, чему я учу вас сегодня. Итак, вы должны каждый день на протяжении 7 минут, на протяжении 21 дня, концентрироваться, чтобы исправлять какую-то мысль. Вы должны трудиться над одной мыслью. Вот одновременно вы трудитесь лишь над одной мыслью. И вы на протяжении 21 дня, совершая эти 5 шагов, работаете над одной мыслью. И после этих 21 дня вы сумеете разрушить эту черную мысль. Я показывал вам в пятницу вечера. И если вас не было в пятницу вечером или в субботу утром, пожалуйста, приобретите запись у нас в книжном магазине. Итак, за 21 день можно разрушить ядовитую мысль. 5 шагов на протяжении 7 минут в день. Это не так уж много. У девушек больше времени уходит, конечно, у мужчин меньше, но девушки больше времени тратят на то, чтобы подготовиться. куда-то пойти. И можно еще потратить 3 минуты. Прежде чем вы пойдете и совершите эти 5 шагов, нужно на протяжении одной минуты просто благодарить Бога, чтобы Бог начал вас слушать. Когда вы жалуетесь или ворчите, Бог вас на самом деле не слышит. Нужно всегда тратить одну минуту, чтобы прославить Бога, потому что тогда Бог подойдет и будет рядом с тобой. Бог живет среди словословия своего народа. И потом еще нужно потратить одну минуту на то, чтобы поклониться Богу. Когда мы поклоняемся Богу, Бог делает что-то для нас, Бог действует на нашей стороне. Если вы можете 3 минуты в день потратить на то, чтобы благодарить Бога, прославить Его и поклониться Ему, и потом еще вы потратите 7 минут на то, чтобы совершить эти 5 шагов, которым я вас хочу научить, ваш разум будет обновляем, потому что мы говорим о науке обновления разума. и и вы можете контролировать то, мысли созидаются в вашей голове. И если вы сначала поблагодарите Бога, прославите Его и поклонитесь Ему, тогда Бог проведет вас через этот процесс. Вы не должны все это делать в одиночку. Вы должны принять решение, что вы будете делать это с Богом. Итак, шаг. Давайте просто еще один слайд покажем. Вот здесь на этом снимке мы видим то, что на самом деле существует или происходит в нашем мозге. На самом деле это вот ученые называют это волшебными деревьями разума. Вот так выглядят мысли, которые в вашей голове формируются. Это еще один слайд, но мы уже видели это и на других рисунках. Если вы о чем-то очень много думаете, это начнет расти. Вы смотрите, вот здесь внизу деревья, в которых больше ветвей. Вот такая ветвистая мысль, это мысль, которой вы посвятили большое время. Вы много о чем-то думали, много веток. И чем больше мыслей в вашей голове, тем глубже вы думаете, тем больше веток растет. Чем глубже вы о чем-то думаете, тем больше ветвей появляется. Тем больше эти ветви начинают переплетаться с другими ветвями. И если вы интеллектуально глубоко о чем-то размышляете, то растет больше ветвей и больше связей появляется. Вы настолько умны, вы будете умны настолько, насколько вы сами захотите быть умными. Нет ограничений для умственной способности, все зависит от вас. Наука говорит, что ограничений нет для умственного роста. Поэтому если кто-то когда-то сказал вам, что вы не умны, это неправда. Я ученая, но главное для меня, что я верующая. Я вам говорю, что каждый из вас создан по образу и подобию Божьему. Это значит, что интеллект вашего разума без безграничен. И ученые доказали, что наш уровень интеллекта безграничен. И вот есть пять шагов. И они научат вас правильно пользоваться своим разумом. У меня немного времени, я стараюсь научить вас тому, чему у меня получится вас научить. Но также у меня есть книги, есть DVD-диски, есть в интернете мои программы. И на протяжении следующих месяцев мы будем переводить эти материалы на русский язык. Мои книги пока только на английском, но будет перевод на русский. Мы уже стараемся сделать перевод в интернете. И если я сейчас быстро очень говорю, Максим, приготовься, я готов. Итак, первый шаг. Мы собираем информацию. Вот мозг, и мы видим здесь пять органов чувств, которые висят. Вы используя пять органов чувств, собираете информацию. Сначала нужно осознать, что попадает в твою голову. ты должен осознать, ты должен понять, какие процессы начинают происходить в твоей голове. И следующий шаг, ты должен сконцентрироваться, ты должен начать размышлять. Ты должен глубоко мыслить. Ты должен направить свое внимание. Квантовая физика называет это квантовым Z-эффектом. Это означает, что ты принимаешь решение быть очень интеллектуально развитым. Ты будешь очень много думать. Второй шаг, ты должен сконцентрироваться на том, о чем ты усиленно думаешь. и в этот момент происходит связь разных элементов в голове. Вы знаете, в качестве примера можно поговорить о дирижере, который управляет прекрасным оркестром. И появляется мудрость. Когда ты сконцентрировано думаешь о чем-то, это значит, что ты занимаешься в каком-то образе самосозерцанием, ты пытаешься осознать, что происходит внутри тебя. И когда ты делаешь это, твой мозг переключается на режим самой высокой мозговой активности. Сотни структур, которые есть в головном мозге, начинают работать, действовать. И появляется ощущение ожидания, радости. И ты начинаешь что-то запоминать. Появляются мысли, они укрепляются. Мысли и воспоминания на самом деле это одно и то же. И когда ты все это делаешь, ты в этот момент думаешь, ты выбираешь, и ты строишь мысли, и твой разум начинает все это записывать. И все это записывается посредством белка, протеина. и вот что я узнала, когда занималась исследованиями, вам нужно записывать. Когда вы начинаете записывать то, что в голове, то, что только что появилось в голове, переходит на бумагу, ты записываешь. Твой мозг, ручка твоего мозга, это протеин, мозг записывает посредством протеина в голове. И ты также должен это записать своей ручкой. Или на компьютере напечатать. Что тебе больше нравится. И это уже третий шаг. Очень важно зафиксировать мысли на бумаге. Это позволяет структурам, которые находятся в среднем мозге, тому месту, которое контролирует когнитивные процессы. Твоя способность меняться во время мышления, твоя гибкость мыслительная увеличивается, растет. И это хорошо. И потом ты увидишь свои мысли на бумаге. И это приведет тебя к четвертому шагу. И четвертый шаг. Четвертый шаг это проверка написанного тобою. Это называется проверкой. Дополнительная проверка. Дополнительная проверка. Ты снова возвращаешься к написанному. И так ты останавливаешься. И ты должен посмотреть на бумаге. Какие мысли у тебя в голове. Ты должен дать оценку своим мыслям. И ты спрашиваешь у Бога, Бог, а что все это значит? Ты проверяешь, приводишь в порядок, организуешь свои мысли. И ты ищешь какие-то постоянные, какой-то постоянный образ смышления. И это тебя приведет к пятому шагу, которое называется новое посещение, возвращение. пяти пяти шаг. Извините, я ошиблась. Пятый шаг это осуществление. Это когда ты уже начинаешь действовать. Итак, ты сначала записал, потом снова вернулся, посмотрел, и это приведет тебя к определенным действиям. Тебе нужно что-то сделать, когда ты просто проживаешь свой день. Ты должен своими действиями помочь этим правильным мыслям закрепиться в голове. и ты должен своими действиями разрушить это ядовитое токсичное дерево. Ты должен постараться осуществлять что-то. Ты должен что-то делать. Вера без дел мертва. Ты не можешь позволить всему этому просто остаться на уровне головы. Из головы все должно перейти на бумагу. Потом ты должен еще раз перечитать все что ты написал и потом ты уже действуешь на основании всего этого. И ты должен это делать. Например, может быть вы стараетесь работаете над своими мыслями, стараетесь не переживать о деньгах. Может быть раньше вы много времени переживали о том как вы за все заплатите. И конечно вы хотите доверять Богу, но вам сложно начать Ему доверять. И вы должны на протяжении 21 дня бороться, разрушать эту мысль недоверия. 21 день на протяжении 21 дня вы должны в клочья раздирать эту черную мысль недоверия. И вот что радует, пока в тот момент, когда вы разрушаете эту ядовитую мысль, вы также выращиваете хорошую мысль, которая заменит эту плохую мысль. И вы должны концентрироваться на этой хорошей мысли. А эта хорошая мысль, конечно, связана с Божьим Словом. какая у вас должна быть мысль в голове хорошая, что Бог мой восполнит всякую нужду мою по богатству своему славе Христом Иисусом. Итак, плохая мысль говорит, ничего не получится. А хорошая мысль говорит, все получится, потому что мой Бог восполнит. Итак, я стараюсь что-то делать в течение дня, я начинаю осуществлять это на деле. И я должна сделать это по крайней мере семь раз. Прошло семь минут. Итак, в течение дня каждый раз, когда у вас появится желание начать беспокоиться о деньгах, переживать, получится заплатить. Нет. Вы должны сразу начать цитировать Писание. Вы должны какие-то действия предпринимать. Вы должны стараться активно осуществить с помощью Святого Духа. Помните, в заключении хочу сказать, что Дух Святой знает, какие мысли не позволяют вам сделать то, что только вы можете сделать. И если вы попросите Духа Святого вести вас и направлять вас, Дух Святой покажет вам. Что нужно делать, и Дух Святой проведет вас через эти пять шагов. Дух Святой поможет вам пройти через этот процесс. Давайте все встанем, чтобы я помолилась за вас. Пожалуйста, постарайтесь задержаться еще на следующее служение, в 14 и в 17 я буду еще новые вещи говорить. И если вы не можете задержаться или прийти, мы все запишем, и можно потом будет купить на книжном столе записи. Давайте поднимем руки к небесам, закроем глаза. Спасибо, Господь. Спасибо, Господь, за мощный разум, которым ты наделил нас. Спасибо за то, что обновлять разум возможно. Спасибо за то, что ты позволяешь нам использовать науку. Через науку ты учишь нас, как мы можем усердно можем упорно пробиться, обновлять, обновляя разум, мы можем каждый день разрушать эти ядовитые мысли и выращивать хорошие мысли, которые заменят ядовитые. Спасибо, Господь, за то, что когда мы будем говорить с этими твердынями, за то, что на самом деле они будут ввергнуты в это химическое море, которое есть в нашем мозге. Господь, научи нас пробиваться каждый день и не сдаться на третьем дне, не бросить все. Помоги нам стоять в силе и даже когда будет желание все бросить, помоги нам стоять. Спасибо, Господь, за то, что Ты показал эти пять шагов, которые позволяют нашему разуму обновляться. И есть практические вещи, которые позволяют нам исполнять Твое Слово. Спасибо, Господь, за Твою любовь, благодать и мудрость. По имени Иисуса я молилась. Аминь. Пусть Бог вас благословит.